Привет, YouTube! Привет, русскоязычная ножевая комьюнити! Сегодня у нас пара 2 из 35 иен на канале. Мне немножко надоели китайцы и всякие ломы. Я хочу потестить резак. Я знаю, что многие ждут тест Широгорова. Придется подождать, он еще будет. Но я точно так же знаю, что пару вторую ждет как минимум один человек. Ему интересно посмотреть на С-35 иен. Поэтому я решил взять ее. Предусмотрительно надев две перчаточки. Таким образом, хочу сказать, что пара 2 не в последний раз на тестировании. А, да, заточка. Она не в последний раз на тестировании. То есть я ее потестирую с другими углами заточки. Я потестирую версию XS30V. То есть с разными типами заточки. Посмотрим на это все. Но пока вот 21 градус каждой стороны. 18-миллиметровый джутовый канал. Поехали. Раз. Так, сделаем. Так, сделаем. Так, сделаем. Два. Три. Четыре. Так, в масло. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Десять. Десять. Простите меня за это слово, но я другого не могу подобрать. Няшка просто. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Сейчас я хочу показать одну вещь. Если получится так приблизить. Два десятка прошли. Попробуем. Ну, посмотрите сюда. Видите? Это вот когда она врезается в канат, она вот такие куски дерева выковыривает кончик. Просто вдрызг уходит. Адский нож, конечно. Два десятка прошли. Прошли дальше. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Девять. Десять. Три десятка прошли. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Девять. Девять. Шесть. Семь. Семь. Восемь. Восемь. Девять. Десять. четыре десятка прошли. Рука начинает уставать. Пошли на пятый. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Я не чувствую проблем встален. Рука побаливает. Хват все-таки не такой удобный. Вот. И палец все-таки чуть-чуть дает о себе знать. Не до конца я его не залечил, скажем так. Пять десятков прошли. Самое интересное, что никто, никто не в комментариях, где не написал на тест перина, что это потенциально лучший из S30E. Потому что, поймите, эта форма лезвия работает только здесь. Можно, конечно, как-то вот так это делать, но это неудобно. А Варнклифф имеет практически плоскую веющую кромку, которая просто вгрызается в канат. Обуху у перина тоже потоньше, идти ему полегче. Ну, то, соответственно, как бы... Но никто не написал, что это возможный лидер. Хотя, по факту, вполне вероятно, что никто из S30E, включая пару, вторую или милю, его не переберет. Ну, посмотрим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. У нас намотка скотча. Шестьдесят резок есть. Подустал, честно говоря. Попотел. Но не то, чтобы сильно. Не то, чтобы прям вот так, то есть, как бы, чтобы это... Но замыл, я уже чувствую на сталь. То есть, я почему и говорил, что это не последний раз парамилля на тесте, потому что S35V-1 сталь спорная. Ну, и как идет заточка, тоже момент такой достаточно спорный. То есть, конкретно эта парамилля, да, она была, ну, просто беспредельно тупой из коробки. Мне пришлось ее точить. Пирин из коробки был просто беспредельно острый. Злой и острый. Я его только чуть-чуть поотправил. Самую малость. Вот. А эту пришлось точить, и, соответственно... А так как канат довольно сильно любит серрейтор, то вполне вероятно, как бы, нужно будет, для достижения каких-то более лучших результатов, идти на серрейторную заточку. Которая, скажем так, перепиливает бумагу больше, чем перерезает. Ну, посмотрим. Посмотрим, что это даст. В общем-то, если я дойду до сотни на парамилле, то это будет уже отличным результатом. Потому что, поверьте мне, как бы, этот канат резать очень непросто. Как должен был это уже показать. Плюс у перина намного удобнее рукоять. То есть, она толще. У нее плашки G10 поудобнее, клипс по-другому расположен. Вот. Ну, и у перина рабочая кромка, она все-таки больше, чем у подставки. Хотя, с точки зрения каких-то хазботовых нужд, я думаю, пара-вторая будет удобнее. Поэтому нам еще предстоят тесты на РК. Это очень важные тесты, которые должны будут показать стойкость определенных углов, определенных сталях и прочее. Я просто заполняю паузу при намотке скотча и пытаюсь как бы очередной раз дать понять, что канатное тестирование, да, вот это, это всего лишь один вид, один показатель какой-то. Он не определяющий фактор для ножа. Даже тот же самый сок Рейнджер, который здесь просто провалился, он не то имеет свои позитивные стороны. Правда, в большей степени эти позитивные стороны касаются того, что он затачивается руками легко, а в остальном как бы там не так их и много. Но тем не менее. Сколько? 60 резов мы прошли. Попробуем пойти дальше. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Я вот из-за этой С-образности пытаюсь включить, ну не С-образности, кривизной РК, пытаюсь включить максимально ее. Семьдесят прошли, как бы, с позиции того, что работать одним пузом, это не очень хорошо. Раз. Два. Можете заметить, как легко он вот этим местом проходит. Потому что привод до этого я просто его не использовал. Просто это неудобно, вот туда его загонять. Однако, вот если сдвинуть сюда, то попроще становится. Три. Четыре. Пять. Шесть. 7 8 9 80 резов прошли чуть расслаблю руку рука уже достаточно сильно устала в определенных частях клинка присутствует довольно серьезное мыло в определенных частях клинка было нет а девятом десятки посмотрим как будет рука бы смогу сделать сегодня не смогу погнали 1 2 3 4 5 6 7 8 Ну, определенно можно сказать, что пара вторая не нужна тяжелых работ Рукоять вам просто не позволит работать долго Сталь позволит, рукоять нет 10 Вообще, по поводу рукояти и нынешнего реза могу сказать такую речь Рука начинает болеть вот в этом месте Происходит как-то выгиб, что ли, я не знаю Не доходит, то есть 90 резов прошли Ну, давайте попробуем бумагу порезать Я почему-то уверен, что он еще ее прорежет Ну, посмотрим, посмотрим Как я уже говорил, в некоторых часах клинка мы мыло ловим Так что интересно посмотреть, что будет Там люди переживали, что у меня кончился баллистол Не, не кончился Еще есть, еще хватает Ну, давай пара, 90 резов И заткнулся Заткнулся Да, все Я могу сказать, что еще сотни я сделаю То есть еще 10 я спокойно сделаю на геометрии Но, по большому счету, вот можете посмотреть сюда внимательно Видите, это через две перчатки Так что, отличный EDC нож Охренительный EDC нож Я бы сказал больше Просто мне кажется, что нож совершенно не предназначен для тяжелых работ Спасибо за просмотр Бай-бай, пока